всем привет сегодня на парфеноне давно заранее обещанная анонсированная youtube премьера фильма русские грузины 2 вот выполняем обещание премьеры этого фильма в кинозалах проходили в общем недавно но это была другая жизнь буквально последняя мирная неделя с тоской вспоминаю каждый день 17 18 февраля и выступал на премьерах в москве 20 21 был санкт-петербург 23 февраля екатеринбург и с тех пор вот уже полтора месяца от боль и гнев 4 украинских фронта и с теми для кого это от боль и гнев почти только про это и говоришь и в общем мы все друг другу сказали это же как очень наш до миру мир война войне а с теми кто поддерживает так называемую специальную военную операцию с ними сейчас диалог невозможен ну когда по моему убеждению у людей буквально по оруэлу попутаны эти базовые понятия когда война это мир а мир это война то что ты тут со своими аргументами какие они могут быть да и никто не слушает никаких аргументов в этом нынешнем угаре и таких людей опять так по моему убеждению поправить только время только действительной заставит их усомниться в правоте того о чем твердят они сейчас уверен так будет я застал много разочарованных я застал даже то поколение которое с болью до конца своих дней прожило мы так вам верили товарищ сталин как может быть не верили себе вот и нынешние верящие убежден доживут до такой боли я понимаю самом названии фильма русские грузины слова русские звучит сейчас для кого-то устрашающе она теперь как это принято выражаться токсичное ну и вообще этот большой проект публикуемый на профеноне тоже три фильма русские евреи потом первый фильм русские грузины сейчас вот второй он про обрусение у разных народов как часть жизни российской империи советской империи ссср часть того что теперь принято именовать русским миром тоже устрашающее но в отличие от этого нынешнего понятия российская империя и ссср во времена своей силы были в себе уверены и они свободно принимали любых вроде бы чужаков и способны были под их воздействием меняться вон в российской империи русские немцы 200 лет были в городском населении россии второй титульной нации фактически свободно охотно приходили в русскую жизнь русскую карьеру там были свои злодеи и герои но даже среди имперских правителей россии и ссср особо знаменитые русская немка екатерина вторая и русский грузин иосиф сталин и пример грузии как раз и об этом есть в фильме особенно явственно показывает как распадалась империя из-за краха социализма от того что не стало той идеи которая бы скрепляла эту империю тогда империя зачем и на ее обломках возникают национальные государства и в том числе значит для большой карьеры не нужно обязательно обрусевать можно прямо выходить в большой мир минуя стадию такого признания в метрополии от которой все более и более уходит национальное государство последнее советское сознательное поколение ну вот хотя бы родившиеся в 1960 годах они последними и застали прежний порядок вещей и вроде бы должны были быть первыми кто усвоил так было но так больше не будет к империи этой возврата нет но вы это все еще не извлеченный урок истории и сколько сторонников этой идеи себе на горе да ладно себе другим на горе на беду продолжает ее отстаивать но в том числе и поэтому хотелось снять эти проекты для того чтобы в конце лишний раз напомнить от бывшести империи и неизбыточности ее в будущем и так и тут премьера фильма русские грузины 2 приятного просмотра увидимся еще здесь и на телеграм-канале парфеном счастлива а как на улицах берлина в час боев нашли рейхстаг как над ним два верных сына русский сын и сын грузина водрузили красный флаг сергей михалков а 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 Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий, германские войска напали на нашу страну? От вождя должны исходить главные слова. Как теперь быть? А они пока не найдены. Гитлеровское наступление стремительное. Уже 28 июня пал Минск. Сталин покидает Кремль и два дня находится на даче. Один. Отчаянье ли владело Сталином на даче 29-30 июня 1941-го? Собирался ли силами? Ожидал ли, что приедут соратники, призовут вернуться и этим переприсягнут ему? Соратники приехали. Теперь ни партия, ни правительство, вся власть он, верховный главнокомандующий и его ставка. Вечером 30 июня Сталин выходит на крыльцо дачи самодержцем, воюющей насмерть страны. Теперь главные слова найдены, не советские. 24 года социализму, а с таким нашествием справлялась в истории только Россия. 130 лет назад с Наполеоновским. Соборному единению братьев и сестер Сталин называет войну отечественной. Самоотворенно мы шли на нашу отечественную асфальтную войну. До сих пор так именовали только 1812 год. Админ Наполеонов считает недовидимой, но она была разбита. И как Александр I в своем манифесте, Сталин впервые с тех времен призывает к оружию весь народ. Партизан на оккупированных землях, ополченцев в прифронтовой полосе. Невиданный прежде в СССР русский патриотический подъем, поощряемый в войну, неотменим же потом в мирное время. Это останется в людях навсегда. Вперед! До нашей победы! К концу осени 1941-го положение отчаянное. Враг у ворот Москвы. 7 ноября – парад на Красной площади. До конца войны их больше не будет. Но сейчас нужно показать стране и миру. Москва стоит и Сталин на посту. Вождь призывает на помощь героев прошлого. Но не красных командиров гражданской войны, которых до сих пор больше всего славила советская пропаганда. Речь на годовщину Октябрьской социалистической революции Канонизирует нужных феодалов и крепостников. Пусть в этой войне вдохновляет вас в мужественный образ наших великих предков. Они – наши великие предки, с которыми армия идет в первое большое контрнаступление – в битву за Москву. В прокат возвращен фильм «Александр Невский». «С родной земли умри, да не сходи». На экранах, на фронте и в тылу, князь громит немцев в местах, где до 44-го года еще продержится блокада Ленинграда. «Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет». Учредят орден Александра Невского – единственный советский, который был и в царской России. Но теперь святой благоверный князь заключен в красную пятиконечную звезду. Лик средневекового новгородского правителя доподлинно неизвестен. И на орден помещают профиль, удостоенного за эту роль сталинской премии, любимого актера-вождя Николая Черкасова. «Наши дела!» Большевистской звездой обрамляют в орденах для советских полководцев князя Италийского, графа Рымникского, генералиссимуса Суворова, светлейшего князя Смоленского, генерал-фельдмаршала Голенищева Кутузова, а потом и царских флотоводцев, адмиралов 18 века Ушакова, 19 века Нахимова. В неисторические красноармейские знаки различия в петлицах заменяют на погоны, вполне царские. Возвращают гвардию. Еще недавно она была только белой. Упразднены комиссары, в войсках командирское единоначалие. Космополитский интернационал французского сочинения больше не государственный гимн СССР. Вождь лично выбирает величальную музыку Александрова и вариант текста Михалкова и Эль-Регистана, где Советский Союз сплотила навеки Великая Русь. И где сам вождь – отец уже нескольких поколений. Колокольный звон, давно запрещенный, Сталин снова разрешил уже в 1941-м. Советская власть до войны казнила свыше ста тысяч православных священников. А большинство выживших посадила. Закрыла тысячи храмов и все монастыри. Всячески третировала верующих. Но убиваемый в мирное время в смертельной войне оказалось жив русский бог. И страна в мировом крестовом походе против демона фашизма. В ночь с 4 на 5 сентября 1943 года в Кремль привозят православных митрополитов. За уже 20 лет своего правления Сталин по образованию священник впервые встречается со священнослужителями. Сделав весь Кремль и дворцы и соборы своей закрытой резиденции, Сталин этим тоже забрал себе и Кесарева, и Богова. И вот, в тоталитарно-коммунистической державе абсолютный правитель допускает единственную некоммунистическую силу. Церковь отчасти восстановлена в правах. Советские газеты пишут, как товарищ Сталин сочувственно отнесся к предстоящему избранию патриарха Московского и всея Руси. Предстоятеля не было с 1925 года. Это опять восстановление патриаршества. Земной бог Иосиф делится властью с Богом Небесным, сыном Иосифа. На архиерейский собор иерархов со всей страны срочно свозят военными самолетами. Митрополитам дают по ЗИС-101 – лимузины наркомов. Патриарху под резиденцию – бывший особняк германского посла в чистом переулке. Через месяц там принимают делегацию англиканской церкви, демонстрируя союзникам свободу совести в СССР. Держа в уме первую отечественную 1812 года, в память о Витебском и Смоленском маневре Багратиона, Сталин возвращает грузинского князя в те места. Под его именем пойдет освобождение Белоруссии, чтобы дальше, через Польшу, кратчайшим маршем на Берлин. Предлагаю назвать белорусскую операцию «Погратион» в честь нашего соопечественника, полководца, прославившего русское оружие в 1812 году. ПОЕТ НА БЕРЛИНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА БЕРЛИНСКОМ ЯЗЫКЕ Среди огня войны рождаются шедевры русской песенной лирики, которые вождь поощряет сталинскими премиями. ПОЕТ НА БЕРЛИНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА БЕРЛИНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА БЕРЛИНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА БЕРЛИНСКОМ ЯЗЫКЕ Над Рейхстагом, объявленным главной цитаделью Берлина, устанавливают по меньшей мере четыре красных флага. Но знаменем победы считается тот, который водрузили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. За это они – герои Советского Союза. Что второй знаменосец – грузин, конечно, реверанс происхождению вождя. Называют знаменосцев только так – Егоров и Кантария. Русский всегда первый. 24 мая 1945 года в Кремле в Георгиевском зале устроен прием в честь командующих советской армией. После десятков тостов, уже за полночь, Сталин вновь берет слово. Говорит. Еще один последний тост. За здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа. Тут, согласно газетному отчету, бурные продолжительные аплодисменты, крики «Ура!». По словам Сталина, русский народ руководящий и имеет ясный ум, стойкий характер и терпение. Были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах. Иной народ мог бы сказать правительству, «Вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь». «Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертву». Поразительный этот текст назавтра напечатают в газетах. Мол, другие бы народы не стерпели и вроде как даже были бы правы, а у русских вера, стойкость, терпение и готовность жертвовать. Не рад по этим ступеням поднимались наши выдающиеся современники, чтобы в Георгиевском зале Кремлевского дворта, где на мраморных стенах начертано русская воинская слава, встретиться с правительством, с товарищем Сталином и его соратниками. Георгиевский зал Кремля в честь царского ордена, Георгиевского креста. Им в Первую мировую были награждены и Жуков, и Рокоссовский, а Буденный даже полный кавалер. Царские награды в СССР не признаны, но Георгиевскую ленточку возвращают трижды. В знаке Морской гвардии, на Ордене Славы, на медали за победу над Германией, с монаршем Барельефом Сталина в парадной форме. Их получат все воевавшие, 15 миллионов человек. Три черные и две оранжевые полосы – теперь знак его, Сталинской отечественной войны. Близится праздник 800-летия Москвы, и с каждым днем все более благоустраивается и хорошеет столица. Послевоенный русский-сталинский стиль утверждает пышно справляемое 800-летие Москвы. Есть город-маяк на земле. Зажженный гением Ленина и Сталина, он неугасимо пылает, чтобы человечество не сбилось с дороги. Слава тебе, Москва! Впервые перетекающие взаимосвязаны династия Рюриковичей, воцарение Романовых, два века Российской империи и уже четверть века правления его, великого вождя. Когда неудержимым разливом народная любовь стремится к человеку, который прославил нас, Сталинская Москва, столица дружбы, славы и счастья советских народов. Основатель столицы Юрий Долгорукий на юбилейной медали. Ему закладывают памятник в СССР, феодальному князю. Столицу нашей Родины, Москву, украшает замечательный памятник ее основателю Юрию Долгорукому, выдающемуся государственному и военному деятелю Древней Руси. Сам Сталин дарит Москве невиданные прежде высотные здания. Восемь по числу столетий, но одно возвести не успеют. Нечета безродным американским небоскребам. Сталинские высотки, русские терема на манер Спасской башни Кремля. Щербатые кремлевские бастионы. Восемь веков разбивает о них разноплеменный Рашевский океан. Принимая удары стебных кочевников, Древняя Русь не раз спасала Европу от варварского разрушения. Как идеалы зодчества социализма эти уступчатые пирамидки также достаются вроде совсем неподходящим для них в Варшаве. Над городом возвышается строящееся здание Творца культуры и науки имени Сталина, дар Советского Союза польскому народу. Риге, там это Академия наук Латвийской ССР. Депилиси, где возле сталинской башенки памятник гению грузинского стиха Шотару Ставели. Его юбилеи при советской власти празднуют с русскими переводчиками как единение культовых у обоих народов национальных поэзий. На торжественный вечер, подвещенный 800-летию со дня рождения Шотару Ставели, в Большой театр Союза СССР пришли посланцы многих народов нашей родины, гости и зарубежных стран. Вообще, традиция русско-грузинского поэтического братства в 20 веке небывалая. Село Пагдаде. В этом доме 19 июля 1893 года в русской семье родился Владимир Владимирович Маяковский. Уроженец Кутаисской губернии, у которого грузинский был первым языком. Только нога вступила в Кавказ, я вспомнил, что я грузин. Грузинскую поэзию на русский первыми по многу переводят Константин Бальмонт и Осип Мандельштам, живший в Тифлисе и Батуме. Не Тифлис горбатый снится, Сазандарий стон звенит, На мосту народ толпится, Вся ковровая столица, А внизу кураж умит. Снова русская муза находит в Грузии поэтическую вольницу. Единственная кинохроника с голосом Бориса Пастернака. Он читает свой перевод грузинского классика 19 века Николоза Бараташвили. Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет. В детстве он меня означал Синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, В жертву остальным цветам Голубого не отдам. Строфа Николая Заболоцкого, в которой грузинских слов едва ли не больше, чем русских. Сияла ночь, играя на пандуре, Луна плыла в убежище любви, И снова мне в садах по санаури На двух арагвах пели соловьи. Из русских корифеев Заболоцкий больше всех переводил грузинских поэтов от древних до современников. Есть ли кто презрений труса, удрученного борьбой, Кто теряется и медлит смерть, увидев ли собой? Заболоцкий 8 лет отсидел в ГУЛАГе, а после освобождения в 1947-м отправился в свой первый авиаперелет в Тбилиси. Баллада «Воздушное путешествие» про чудо-преодоление расстояния самолетом. И вот он гонится над пропастью земли, как привидение летающего грека, и славит хор винтов победу человека, и Грузия моя встречает нас вдали. Субтитры создавал DimaTorzok У второго грузина в высшем советском руководстве, Лаврентий Берии, после войны главное дело – атомный проект. Как вице-премьер он объединяет усилия разных отраслей. Как спецслужбист обеспечивает секретность невидимых режимных городов. Срочное создание советского ядерного оружия, успешные испытания первой атомной бомбы резко усиливают позиции Берии в Кремле. Он вроде как незаменимый. По сталинскому методу чересчур ретивого соратника надо притушить. Так во всесоюзной послевоенной политической повестке Грузия возникает с Менгрельским делом. Якобы представители этой грузинской народности, которой принадлежит Берия, готовили заговор. Хотели оторвать советскую Грузию от СССР и передать ее Турции. Расстрельное обвинение. Дело раскручивается весь 1952 год и явно метит в Большого Менгрела. Уже 1953-й, близится развязка. И она наступает, но совсем другая. 2 марта у Сталина инсульт. Но соратники не сразу вызывают врачей. Консилиум 3 марта. Населению о болезни вождя сообщают 4-го. А 5-го марта вечером, когда Сталин еще не умер, на заседании в Кремле уже делят власть. Встает Берия и на главный сталинский пост председателя Совета Министров СССР предлагает Георгия Маленкова. Назначить председателем Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик Георгия Максимилиановича Маленкова. Единогласно. Встает Маленков, благодарит и первым из своих первых заместителей называет Берию. Первый заместитель председателя Совета Министров и министр внутренних дел Лаврентий Павлович Берия. Все. Свершилось. Их тандем давно готовился стать наследником Сталина. И теперь они во главе СССР. Русский и грузин. Когда хозяин дачи испустил дух и стоящие у Адра замерли в оцепенении, Берия протопал на выход и, не скрывая торжества, выкрикнул знаменитое. Хрусталев, машину! Он, Берия, теперь соправитель огромной державы и едет брать в свои руки Лубянку, главную силу власти. Перестало бить со сердца мудрого вождя и учителя коммунистической партии и советского народа Иосифа Иссарионовича Сталина. Прощание с вождем показывает всем. Вот новые первые лица СССР. Среди скорби и отчаяния миллионов двоявных бенефициара. С мавзолея первая речь Маленкова. Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин. Вторая речь Берии. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Менгрельское дело названо провокационным вымыслом и антисемитское дело врачей прекращено. И вообще объявлена широкая амнистия. Это все от Берии идет. Второй тогда человек, он наверняка хотел быть первым, прекрасно зная слабость Маленкова. Почему бы не продлить грузинское правление? К речам с акцентом народ привык. Советское правительство в своей работе, как и всегда, будет черпать свои силы глубокой веры в правоту нашего дела в дело Ленина Сталина. Инициативу перехватывает Хрущев. Первым будет он, убедивший остальных, от Берии нам всем исходит смертельная опасность. Ликвидация второго грузина, последняя кровавая разборка в советской верхушке. Следуя Ленинским заветам, Центральный комитет решил сказать правду о злоупотреблении властью в период культа личности. А вскоре переменится официальная память о первом грузине. 1956 год Хрущев на 20-м съезде выступает с докладом о культе личности Сталина. Доклад закрытый, его не публикуют, но рассылают по стране читать на собраниях. В Грузию текст поступает перед годовщиной смерти вождя, и из-за этого отменены траурные мероприятия. В Тбилиси на улицу выходят тысячи людей. Конечно, они заступаются за грузина, а еще оскорблены в лучших чувствах. Как так? Вчера Сталин был богом, а сегодня почти преступник. Объясните, почему? Толпа идет к ЦК Компартии Грузии, требуя, чтобы вышел первый секретарь Василий Мжаванадзе, глава республики. Тогдашнее здание ЦК Компартии Грузии. Советский конструктивизм. На санаторий похоже. Улочки здесь узкие, и толпа их просто переполнила. Мжаванадзе выходит на балкон и ошибается при первом же слове. Он говорит товарищи, отсюда из толпы свист, говори по-грузински, пару фраз сказал, снова сбился на официальный русский, а главное, ему нечего сказать. Опять свист, уже Ванадзе уходит ни с чем. Госбезопасность шифротелеграммами извещает Москву о требованиях демонстрантов вновь воздать почести Сталину. Кремль пойти на это не может. 9 марта на пятый день митингов вдруг кто-то вспоминает, что сегодня день рождения Молотова, деятеля, которого привыкли много лет видеть вместе со Сталиным и в лояльности которого покойному вождю никто не сомневается. Решают пойти дать Молотову телеграмму. Тогдашний тбилисский центральный телеграф на проспекте Руставели 12 как стратегический объект охраняют введенные в город войска. Наверное, по стереотипу, что когда захватывают власть, берут прежде всего мосты, вокзалы, телеграф, военные считают, что это штурм, открывают огонь, здесь первые убитые. Согласно архивным данным, у телеграфа убито 27 человек. Другое столкновение на набережной Куры, где протестующие собрались у памятника Сталину. Там пустили танки и БТРы. Люди гибнут от пуль, под гусеницами, некоторые прыгают в реку, разбиваются или тонут. Число жертв, по оценкам, до 150 человек. Погибших похоронят тайно. С тех пор у Кремля очень настороженное отношение к Грузии. На 30 лет в высшем руководстве СССР ни одного грузина. Но за ними, будто по квоте, закреплена одна церемониальная публичная должность. секретарь президиума Верховного Совета СССР. Вторая подпись на всех указах высшей советской власти при всех известных всей стране награждениях. Наградить Бушуева Степана Трофимовича орденом Ленина председатель президиума Верховного Совета СССР Подгорный, секретарь президиума Верховного Совета СССР Георгадзе. Москва, Кремль. Михаил Георгадзе секретарь президиума Верховного Совета СССР с 1957 четверть века, когда председатели президиума Ворошилов, Брежнев, Микоян, Подгорный и снова Брежнев. После кончины Георгадзе на его месте еще 10 лет Тингис Ментишашвили секретарь президиума Верховного Совета СССР, когда председатели президиума Андропов, Черненко, Громыко, Горбачев, Лукьянов. Ну, мол, представительные государственные мужи, грузины, этого у них не отнять. Вот и пусть вручают ордена. В наступающей новой эпохе оттепели самый знаменитый русский грузин новый герой, поэт с гитарой Барт, Булат Шалвович Акуджава. Я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество. Акуджава. 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 Арбат, ты мое призвание, ты радость моя и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты радость моя и моя никогда до конца не пройти тебя. Вулат Акуджава родился в Москве, куда его отец, комиссар Шалва Акуджава, был отправлен из Тифлиса на учебу. Когда отец отучился, семья вернулась на его родину и в школу Булат Акуджава пошел в Тифлисе, но в русский класс. Ну, как москвич. В Грузии Шалва Акуджава вроде конфликтовал с Берией и попросился на работу к другому русскому грузину Орджоникидзе. Тот отправил Акуджаву-старшего в Нижний Тагил создавать вагонзавод. И Булат стал уральцем. В 1937-м отца расстреляли. Семья поехала было в Москву, но там арестовали мать, дали 10 лет лагерей. Булату тогда 14. Куда ему деться? Только в Грузию. Виноградную косточку в теплую землю зарою. Когда в России расстрелян отец и посажена мать, для юного Акуджавы в Тбилиси, где живет родня последний приют. Здесь он доучивается в средней школе, отсюда уходит на фронт и после войны возвращается сюда, демобилизовавшись, поступает в Тбилисский университет. Грузинским языком Акуджава не владеет, так что поступает на отделение, где преподавание по-русски, на русскую филологию. И заканчивает его в 1950 году. Выпускник Тбилисского государственного университета имени Сталина Акуджава Булат Шалвович направляется отсюда работать учителем русского языка и литературы в Калужскую область. Стихи, как песни, он стал писать еще в армии. Продолжил в Калуге. В 1956, когда реабилитировали отца, Булата Акуджава уверовал в справедливость советской власти, тоже стал коммунистом и под его песни интеллигенция СССР в последний раз полюбила революцию. Я все равно паду на твой на твой единственной гражданской и комиссары в крыльях в крыльях. ПЕСНЯ С Акуджавой шестидесятники проживут от последних хороших красных комиссаров в пыльных шлемах до первого хорошего белого георгиевского кавалера, поющего свою песню Акуджавы. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе, девять граммов сердца постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. С Акуджавой, основоположником авторской песни, жанр разрастется до клубов самодеятельной песни, КСП и их фестивалей, для которых этот русский грузин главный классик. ПЕСНЯ А следом фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» задает новый уровень правды о войне и о судьбе ее ветеранов, которые поют свою песню «Музыка и слова» Булата Шауловича Акуджавы. Нашу, десятого непромокаемого батальона, любимую. здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиной ты, и значит нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. В обработке Альфреда Шнитке мелодия Акуджавы из последних новых маршей советской армии. В советское кино оттепели грузинский вклад решающий Михаил Калатозов Калатозишвили снимает главный шедевр «Летят журавли». Это первая и последняя у отечественного кинематографа золотая пальмовая ветвь, высшая награда Каннского кинофестиваля. Стой, стой, белка, одевай, одевай. Смотри. За единство и высоту всех художественных компонентов и гуманизм. И еще Татьяна Самойлова приз за лучшую женскую роль. Сергей Урусевский приз за лучшую операторскую работу. Марлен Хуцеев Хуцешвили свой фильм «Застава Ильича» в прокате «Мне 20 лет» про верность революции и памяти павших на войне снял как советский неореализм. А следующий фильм Хуцеева «Июльский дождь» уже советская новая волна. Черт, как не кстати, а? Да, мы отрезаны. Связь с внешним миром прервана. И гимн оптимизму оттепели «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии самый счастливый фильм эпохи. И у вас все хорошо? Очень хорошо. А ведь так не бывает. А вот бывает. Да, бывает. И Москва еще лучший город земли и населяют ее еще милые молодые ребята. И вроде к этому фильму Данелия совершенно обрусевший, но уже после него он снимает в родной Грузии «Не горюй», как будто я шагаю по Сокартвелло. Но производство Мосфильма, так что герои говорят по-русски с грузинским акцентом. Ну, мол, есть у грузин и такой способ общения. Пойдем сам пришел, на две бутылки денег хватит. Две бутылки мало. Посылаем дверь, получаем четыре. Посылаем четыре, получаем восемь. Патриарх национальной актерской школы Серго Закариадзе Теперь мы поговорим о свадьбе. Доктор, мильник пришел. Что с ним? Щена его упала с лестницы из четырех ступенек. Пардон, а мочу принес? Принес. Дебютант в кино Вахтанг Кикабидзе. Причем некоторые эпизодические роли грузин поручены русским, как это Сергею Филиппову. Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел? Нет, что ты. А, видишь, только мы грузины можем все. И как во всех фильмах Данелии, Евгений Леонов единственный там русский персонаж, солдат, который плохому не научит. Здравия желаю. Данелия и впредь будет так чередовать свои шедевры. Сугубо русский осенний марафон. И русско-грузинский мимино, в котором уже суперзвезда Кикабидзе говорит по-русски. Алло, Ларису Ивановну хочу. Но поет по-грузински. Музыка Поехали. Кроме этих хитов проката выходит множество фильмов камерных, притч и комедий одновременно. Поспорим? Поспорим на 15 бутылок. Да и все с закуской. Хорошо. В них, кроме прочего, видна грузинская способность жить помимо советской власти. Эй, вот, три рубля нашел. Три рубля, три рубля. Три рубля, три рубля. И частная собственность у них есть, и даже предпринимательство, которое тогда все незаконное. Жена, хорош, а? Здесь бы с меня за такой кувшин содрали втрое, а там я за него заплатил всего 200 рублей. Тебя не одурачишь. Кувшин для вина за 200 рублей, когда страна получает в среднем 130 в месяц. Оно явно на продажу, вино это. Социализм вообще плохо справляется с сельским хозяйством и уж совсем не может обеспечивать фруктами. Это только частный сектор. После войны большие деньги наживали лаврушники. Те, кто вез в Россию лавровый лист, растущий в Грузии повсеместно. На любых южных плодах сколачиваются по советским меркам состояния. виноград, абрикосы, персики, груши, сливы, мандарины, гранаты, черешня. Продаваемые на российских рынках они могут приносить торговцу за сезон по автомобилю «Волга». А это высшая мера роскоши. Кепка-аэродром. Непременный головной убор тогдашнего торговца на рынке. Вот так вот носилось, а из-под нее доносилось рубль-штучка, три рубля-кучка, в кучке-три штучки. Конечно, не одни грузины на рынках торговали, весь Кавказ и все за Кавказью, но главные русские мифы, легенды, анекдоты про грузин. Спыльчивые, чуть что в драку лезут, богачи, деньгами сорят, сексуальные гангстеры, гроза блондинок. Вот самый массовый стереотип грузина в позднем СССР. В том числе с фруктов начальный капитал цеховиков воротил грузинской теневой экономики. Они производят неучтенную продукцию на оборудовании государственных предприятий. подпольный бизнес крышуют милиция и прокуратура. При грузинских семейных кланах складывается настоящая мафия. И по оценкам треть советских воров в законе грузины. Но это огромный потаенный мир, а видимая всем часть айсберга тот торговец фруктами. Рассказ знаменитого писателя-деревенщика Виктора Астафьева «Ловля пескарей в Грузии» вызывает страшный скандал. Надоевший тип, которого и грузинам-то не поворачивается язык назвать. Как сучок на дереве человеческом торчит он по всем российским базарам вплоть до Мурманска и Норильска. Городские писатели-западники грузин оправдывают, мол, не все же они такие. Может, есть отдельные короли редиса, но делился литись шкурою единственной. И, конечно, ставят в пример множество обрусевших корифеев культуры. Петербургский присяжный поверенный Луарсап Андронников из княжеского рода Андроника Швили до революции выступал на политических судебных процессах. При советской власти вернулся в Грузию основатель юридического факультета Тбилисского университета, профессор. Один его сын Элифтер Луарсабович академик, директор Института физики Грузинской академии наук, звался Андроника Швили. Другой сын литературовед Ираклий Луарсабович жил в Ленинграде и Москве и звался Андронников. Другие пишут воспоминания, а я бы хотел перед вами их сыграть. Наверное, рассказать? Нет, сыграть. Вернее, сыграть рассказное. О литературе, музыке, жизни он рассказывал так, что советское телевидение, едва научившись работать, снимало его и снимало 30 лет. Цикл фильмов «Слово Андронникова». Все слилось и все живо в памяти и в душе. Это чувство сопричастности к великой эпохе. Из того, чем он был очевидцем, Андронников больше всего говорил про художественную жизнь Ленинграда 1920-30-х годов. Но слышалось в этом и последнее эхо Петербурга-Петрограда русского серебряного века, когда филармония с ее большим залом была еще дворянским собранием. До сих пор Ленинградская филармония для меня мера всего высокого. Я испытываю здесь какое-то непостижимо благоговейное чувство. как и прежде я стою над оркестром Мравинский свободный строгий. Он вновь открывался для меня как артист в высоком значении этого слова. Это четко экономная пластика, элегантная легкость в движениях кисти, локтя, плеча, прозрачная стройность оркестра. Андронникова больше всего снимали в 1970-х. Как тогда говорил остальной телевизор? Новости про сталь, чугун, надой и урожай или официальные речи по бумажке? Дорогие товарищи, друзья, а тут то неожиданно быстрым для своей корпулентной фигуры шагом, то крадучись там наверху по хорам. Ираклий Андронников говорит из головы. Богато, красиво, сложно, захватывающе. Если ты будешь стоять, как вбитый в эстраду гвоздь, тебя вышвырнут. Поэтому стой на возвышении, но эко-имек жестикулирует, показывает, что ты готов броситься в бой за любую произнесенную тобой фразу. И еще он играет свой рассказ, изображая действующих лиц и лицом, и голосом. Было бы вероятно безинтересно ознакомиться. Когда Наполеон Планапарте продолжительно рассказывает Васенька Минди хороший. Я сегодня чертовски волнуюсь. И еще он изображает себя, как бы глядя на самого себя со стороны. Я поплелся все время зацепляясь, извиняясь, улыбаясь, здороваясь. А когда добрался до дирижерского пульта, выяснилось, что у меня не гнутся ноги в коленях. АПЛОДИСМЕНТЫ этот человек формат создал отдельный жанр. Устный рассказ. Конечно, текст Андроникова можно напечатать и читать, но это будет не то. Надо слышать и видеть первый раз на эстраде. И вся огромная страна слышала и видела. Это лучший русский язык. Так никто уже больше не говорит. О грузинском происхождении, о том, что Андроников это Андроника Швили, вроде и знать не знали, хотя сам рассказчик Грузию упоминал часто. Еще будучи школьником в Тбилиси, в Тбилиси дядю имею. Наш вектор родом с Кавказа. Мак, отчищен, генетсуали, дай я тебе патилу. ПЕСНОЛЬНЫЙ ПЕСНОЛЬНЫЙ русской песенной эстраде грузинская традиция началась в 1920-х, когда при угаре Неппа Тамара Церетели первой в СССР записала на пластинку великий суперхит «Дорогой длинною». «Дорогой длинною» «Побой лунною» «Сас песней той, чтобы залетить за меня». Сцеретели и Кето Джапаридзе, которая могла быть и душесчипательной, и героической. «Чтобы ты пришел обеим славой, золотой звездою на груди, чтоб сюда ко мне на переправ ты пришел, чтобы больше не усти». Возник особый стиль грузинского исполнения русского романса. «Дорогой пришел, чтобы больше не усти». первая русская песня, которая на советской эстраде вообще не звучит без грузинского акцента «Тополя». Сверхпопулярный ансамбль «Арера» в 60-е годы исполняет их так, будто речь идет о какой-то Тбилисской ансамбль аромат «Арера» Не спится вам вместе со мной, тополя, тополя. В город мой влюбленные на пути деревца, деревца зеленые. Ну вот как эти над курой. На самом деле, автор песни Григорий Пономаренко ничего такого даже не мог иметь в виду. Он сочинял в русском народном стиле оренбургский пуховый платок и тополя наверняка такими же бы получились. Но обаяние грузинского исполнения сделало его каноническим и превратило песню в русско-грузинскую. И как юности вдруг вы уроните пух, тополя, о-о-о, тополя. На леснице и плечи под рук тополя. Два бывших участника Ареры сделали исключительно успешные сольные карьеры с русским репертуаром. Нани Брегвадзе. А за отца зовут Мария у нее, глаза такие у нее, глаза такие словом не сказали. Ночь кварцет всегда за ней уходит, восемь глаз в нее не сводит, все готовы ли царями стать. Только она могла облагородить советские опусы так, что они звучали будто дореволюционные. Ах, эта красная рябина среди осенних желатизма, я на тебя смотрю, любимый, теперь уже со стороны. Вахтанг Кикабидзе уже кинозвездой стал главным поющим актером советского экрана. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. И на эстраде, которая вечно молодится, они вдруг одновременно выступили супер-хитами про достоинство возраста. Проседину. Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, 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 если женщина просит, Попелета и вода, рабысь не свящи. Пусть голова, моя седа, зимы мне нечего пугаться, Не только груз, мои года, мои года, мое богатство. Пусть голова, ее седа, не только груз, ее года, ее года, ее богатство. Со второй половины застойных брежневских 70-х безнадежный кризис, когда вера в коммунизм звучит пустым ритуальным заклинанием. Да, здравствует героический советский народ и его доблестные вооруженные силы. Власть аморфна и правит тем, что мы сами правим друг другом в пользу нее и достигаем советского идиотизма в экономике, искусстве, в гражданской жизни. Пока мы правим. Философ Мераб Мамардашвили. Звезда из тогдашних несоветских ученых в СССР. Такое уже возможно. Ты только прямо не говори, что марксистско-ленинское учение – это не наука. Выше всего и всех стоит государство. И человек ничто, если он не слуга государства и государственной идеи. В 1978-м при принятии новой конституции Грузинской ССР огромная демонстрация в Тбилиси требует указать грузинский язык государственным. Москва категорически против. В Конституции СССР русский государственным не назван. Что за националистические пережитки? Но демонстранты прежде всего грузины, а уж потом советские люди. Да и советские ли? Неслыханно Кремль вынужден уступить и даже никого не накажет. У Грузии уже явно репутация государства в государстве. А вскоре триумф Тбилисского «Динамо» – выигрыш Европейского кубка обладателей кубков. Воспринимается победой именно грузинского футбола, а не общесоветского. Ликует столица Грузии, ликует вся наша страна. Тбилисцы овладели этим кубком. Это каждому болельщику в стране понятно. Ведь игры тбилисской команды и по центральному телевидению СССР комментирует Коте Махарадзе. Это четвертая крупная победа нашего футбола за всю историю. Я не мыслю театрального актера в себе без профессии спортивного комментатора. Он единственный ведущий с акцентом во всесоюзном эфире. Обошел оттого. Обошел оттого. Удар ворота. Кол! 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 В 1983-м группа золотой тбилисской молодежи захватывает самолет, чтобы сбежать от социализма за границу. Гибнут люди. По делу выносят смертные приговоры. По статье 19-й, часть 1-й статьи 84-го Грузинской ССР, к максимальной санкции этой статьи, к высшей мере наказания расстрелов. Остальной СССР снова видит, Грузия не советская, а молодежь в ней антисоветская. ...советская мере наказания расстрелов. Надо перестройку вести активно. При этом перестройка начинается под девизом «больше социализма». Мы ждали этой перестройки, вот она пришла. Вы за перестройку или пусть она так потихоньку все идет? Это большая перестройка, в некоторых же ее перестроили. Женщины за перестройку, а мужчины? Мужчин сильнее, еще активнее ее вести. Держитесь ближе к народу, мы готовы. Ну куда ж ближе? Кардинально меняя отношения с миром, генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев Вот все надо подчинить политике перестройки. На ключевой пост министра иностранных дел СССР назначает первого секретаря ЦК Грузии Эдуардо Шеварднадзе. Был и есть, и буду за перестройку, за политику, как говорят у нас, и в мире, Горбачева, за обновление общества, за правовое государство, за полную демократизацию. Спустя 30 с лишним лет грузин снова в политбюро, в высшем советском руководстве. Пять лет Шеварднадзе во главе МИД СССР начинаются шутки «Впервые в России министр иностранных дел – иностранец». И заканчивается комментарием «В 45-м году русский Егоров и грузин Кантария водрузили красное знамя над Рейхстагом. Через 45 лет другой русский и другой грузин позволили его спустить». В смысле, Горбачев и Шеварднадзе согласились на объединение Германии. При Шеварднадзе с его личной санкцией на грузинской киностудии режиссер Тенгиз Абуладзе начал фильм «Покаяние». Притча про омерзительного диктатора, чьим именем названа улица, «На которой живут потомки его жертв». «Скажите, эта дорога приведет к храму? Эта улица Варлама, не эта улица, ведет к храму. Тогда зачем она нужна? К чему дорога, если она не приводит к храму?» «Покаяние» называют «киноманифестом перестройки». Но уже нельзя, как 30 лет назад при хрущевской оттепели, осудить Сталина и все. В социалистических странах Восточной Европы и в некогда независимых союзных республиках призывают выйти из Советской империи. В начале апреля 1989 года в Тбилиси перед домом правительства идет многодневный митинг. «Обстань, башни, башни! Абстань, башни, башни! Башни, 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 башни!» «Тысячи протестующих людей, заполнившие проспект Руставели. До 1989 года такое здесь бывало дважды. В 1956 году дело дошло до расстрела. В 1978 все-таки сумели разойтись мирно. Даже никого не наказали. Теперь протест самый радикальный. «Долой коммунистический режим!» Сам-то режим не понимает, что уже исчерпал себя. СССР был идеологической империей, которая подчиняла всех идеи коммунизма. Хотя в 1989 году уже непонятно, а что это такое. Но все равно, если люди выступили против ее идеи, значит империя будет против людей. «Музыка» 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 При разгоне митинга войсками гибнет 16 человек. У раненых следы страшных ударов, видимо, солдатскими саперными лопатками. «Музыка» Кремль не берет на себя ответственность за кровь. Там даже не понимают, что произошло. «Музыка» Отказ от коммунизма – это пролог к национальному государству. «Музыка» А командующий за Кавказским округом генерал Родионов твердит, что советская армия права. «Музыка» Рабочий класс работает. Интеллигенция в основном работает. Но студенчества видно мало. Они начали втянуть туда и школьников. А потом перевалить всю трагедию на армию. «Ни на одном не было ни одной резаной, колотой, разморженной раны. Ни на одном из 16-ти, повторяю, не мешайте выступать. Здесь впервые так явно разлом Советской империи. Мы в ней больше жить не можем, не будем, не хотим». Три Балтийских республики станут людской цепью в августе 89-го, в день 50-летия пакта Молотова и Риббентропа, отдавшего их в СССР. Берлинская стена рухнет в ноябре 89-го. И внешнего контура Советской империи, социалистического лагеря, окончательно не станет в 90-м. А в Тбилиси 9 апреля 1989 года, ясно. С коммунизмом покончено, и впредь Грузия с Россией в Россию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин возглавит Зураб Церетели. И даже когда о его проектах спорят, никто не скажет, что, мол, чужак. Люблю Москву, люблю россиян. Считаю, что россияне должны любить искусство. Потому что предки любили искусство. Премьером Большого театра станет Николай Цискоридзе, народный артист России, лауреат двух госпремий и трех золотых масок. Резо Габриадзе сотворит новейшую достопримечательность Санкт-Петербурга Чижика-Пыжика на Фонтанке. В своем Тбилисском театре марионеток он поставит спектакли по-русски и по-грузински. А мультфильм про всю свою жизнь сделает и назовет по-русски. Знаешь, мама, где я был? Вот кого надо гнать из школы. И ткнул мне палец в темечко. Григория Лепса, Лепсверидзе, признают звездой новых песен о главном, и его «Рюмка водки» уйдет в фольклор русского караоке. ТОЛЬКО ГРУМКИ 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 Этери Тудберидзе создаст новейшую российскую школу фигурного катания. А ее воспитанники-чемпионы продлят еще советскую традицию доминирования страны в этом виде спорта. Мы, видимо, понимаем, что это взрослое чемпионское катание. Борис Акунин Григорьевич Хартишвили напишет новый главный русский детектив про Фондорина и осуществит заветную интеллигентскую мечту, чтобы читать про сыщика было бы не стыдно. Трейлер-боевик, написанный при этом языком, которым обычно пишут литературу непростую для чтения. Велика традиция русских грузин, чтобы прерваться сразу. Слишком много пройдено вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова О.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok